промка друзья эти warcraft немного меняется вследствие того что недавно вышел патч 1.35 где добавили много всего и в частности изменили баланс из-за этого сейчас многие сильные игроки пытаются найти какие-то новые пути игры новые пути победы новые пути для того для того чтобы как-то противостоять противнику для того чтобы искать новые стратегии и так далее так далее так далее и сегодня будем смотреть матч-ап ночные эльфы против орков на карте турист от meadows гигантская карта на этой версии всегда противники стартуют на противоположной стороне то есть не на ближних респах из-за этого карта стала более сбалансированный и соответственно частично возвращается в так сказать в баланс в киберспорт и так далее внизу справа стартует тэд это очень известный китайский игрока за нежить который когда-то давным-давно был очень очень сильным игроком и единственный игрок за нежить который выиграл в цг за всю историю 3 warcraft а за что он вписал свое имя в историю так сказать да ну и при этом сейчас он уже давным-давным-давно уже не профессиональный игрок только так время от времени играет но при этом стримит он сейчас комментатор комментатор один из самых известных китае возможно даже самый известный самый популярный который очень активно продвигает эту игру но при этом опять же повторюсь непрофессиональный игрок его оппонент высокоуровневый орг из рейтинга тоже китайский там очень много игроков которые просто варятся в китайском соку так сказать и не выходят за пределы своего сообщества этот джентльмен один из них это решил начать против с demon hunter и сразу же начать с обжигающего жара опять же как и многие другие он сейчас пытается найти какие-то новые стратегии новые приколы новые штуки и понятное дело обжигающий жар это именно та способность которая сейчас привлекает внимание многих особенно кажется против орков потому что орки против орков это как-то кажется наиболее эффективной стратегией наиболее эффективной штукой только что вы увидели один из путей старта за орков на этой карте вот такие вот трюки есть можно каменного голема закрыть того чтобы он не ушел по-быстрому забрать таким образом он получил кучу опыта именно 120 еще и офигенный артефакт погремушка плети это абсолютно идеальный артефакт для мастера клинка для того чтобы он восстанавливал себе здоровье таки еще одну точку покрепил и уже второй уровень есть то есть это доминирует над противником в этом плане но зато мастер клинка полностью запакованный венец благородства себе купил разнообразные расходники то есть очень быстрый и сейчас будет стараться как-то подворовать крипа у него правда заканчивается windows вин волк и поэтому нужно быть максимально аккуратным мантию интеллекта забрал все-таки в итоге именно демон хантер у того мало здоровья неужели сможет здесь орк как-то заставить своего оппонента нажать свиток телепорта нет все-таки нет за счет того что не хвата хотя цветок скорости . еще 1000 успеет ли на ну как бы тэд понял что сейчас будет тычка и он нажал свиток телепорта для того чтобы как-то спасти своего героя потому что терять героя в этот момент будет для него достаточно катастрофическим моментом вернулся домой полностью выпил дом охотника ставит это попытка играть в ряд скорее даже медведей потом его оппонент тоже т2 нажал примерно одновременно и как вы видите эта игра не через хэдхантеров это игра через бугаев бугаев тоже апнули поэтому орки пытаются вспомнить старые чертежи так сказать у бугаев грубая сила теперь дает не 100 дополнительного здоровья а 125 казалось бы мелочь но это дополнительная пичка которую может пережить бугай и таким образом как бы быть полезнее в бою скажем так оба игрока просто качаются это получил хрустальный шар пока что он им не воспользовался скорее всего на вражескую базу будет использовать или возможно будет пытаться проверить какой-то маршрут криппинга не ну конечно ауров империзма такая суперская тема вы просто посмотрите на этот реген просто супер ну еще на нем конечно бальзам есть но тем не менее перчатки скорости ну мастер клинка планируются очень даже солидным или по всему тет собирается ставить базу только немного позже у два древа мудрости без бобу еще заказать четыре колодца тут два зверинца два зверинца то есть это или масс рейдеры но при этом без таурена или масс виверны обычно масс рейдеры все таки играются с тауреном потому что то уровень увеличивает скорость передвижения но посмотрим флейта меткости продал флейту меткости ого то есть это все таки не виверны но посмотрим посмотрим шедоу хантера никак не изменили алисман жизненные силы дополнительное здоровье для героя у которого не так уже много здоровья из-за того что он лавкач поэтому почему бы и нет там вторым героем пока непонятно кто будет возможно он закаджет кого-то какую-то там нагу возможно еще что-то но учит то что тет тестируют новые стратегии я предполагаю что он наверное возьмет героя которого изменили поверьте никого не изменили абсолютно а вот изменили хранителя роща еще изменили жрицу немного но и и незначительно изменили только ультимейт то есть это касается только так это жрица 1 все-таки это рейдеры без таурена офигеть новые страдки пошли грубую силу интересно прокачал давайте проверим пока что нет что дух hunter качается просвет использовал не хватает слота почти ней него уже есть медведи на т3 мы видим это сова демон hunter видим он хочет его покачать просто взять как можно быстрее 6 уровень у не ну это царский набор артефактов конечно просто 6 ко всем статам доброе утро и ну сетку для того чтобы сагрессировать нейтралов или можно напасть лежит сам может быть нанять для того чтобы восстановить здоровье может быть роля берсерка для того чтобы наносить урон очень большая армия вот это на самом деле много лучниц 4 уровень продал кучи лишних артефактов я так понимаю уровень уж это у хантера много-много-много рейдеров и ну в целом рейдеры против медведя мало что может возможно андреат там ожидает и скоро будет готова магазин вы прям планомерный качну орг уже такое чувство что готов если пилку ставит как минимум для бетона не помешало бы ох тени ну мастер клинка микаса максимально готовы просто посмотрите на это да нет ни одного там какого-то большого артефакта вроде когтей плюс 12 но сам набор офигенный плюс 11 к урону сумасшедшая скорость атаки невыязвимость есть много дополнительного здоровья от трех венцов благородства до сколько 6 плюс 150 здоровья до красную точку забрал в упал камень жизни катгара диван хантер из-за этого становится очень крепким и просто посмотрите на это у него суммарно от этих артефактов плюс 450 здоровья плюс книгу только что подобрал просто шорф пришел кидает сетки хочет здание пронести он не прокачал грабеж а там с другой стороны второй обжигающий жар очень много урона уносит реально это чувствуется смотрите на этого рейдера ну по нему еще ученицы стреляют но здоровье у него выжигается дай боже там еще пятый уровень и третий обжигающий жар но смотря на этого бугая у него тает хп реально свиток исцеления только что прожал орк пытается разобраться с демон хантером на нем омоложение и банка здоровья есть поэтому хотя хекс может быть он успеет опять здоровье восстановилась видимо с колодцы и банку здоровья сейчас прожмет просто в соло разваливает за счет обжигающего жара очень много урона прям жесть какая-то прям самая настоящая жесть но обжигающий жар там это жесть как много урона он нанес жалко у нас нет инфографика я уверен что там просто сотни и сотни и сотни суммарного урона по всем юнитам если суммирует все и заказал только что хранителя рощи и он потому что он уже прокачал демон хантера до 5 уровня карта большая а после 5 уровня ты не получаешь опыт с нейтральных крипов а соответственно можно покачать хранителя рощи а вы можете поставить палец вверх я вроде еще не просил в этом ролике да потому что это помогает продвигать контент 3 варкрафт в частности поиск крутых реплеев занимает время и комментирование ежедневно и при на самом деле я думаю об этом реально сколько лет прошло варкрафта рефор что вышел в 2020 году ребята почти три года прошло почти а я до этого еще год комментировал я четыре года почти каждый день комментирую варкрафт я когда думаю об этом у меня голова просто особенно особенно у меня на найти что меня больше всего шокирует так небольшой авто пока они крепятся когда ну короче когда ты как блогер смотришь комментарии на своем канале то там показывается там показывается какой сколько времени подписан на тебя человек если это публичная информация если он сам не скрывает это скажем так и каждый раз когда я вижу человека у которого бейджик подписан на вас три года или подписан на вас 4 года я такой тип что что а у дам привет не факов не факов приветствую дамы и господа варкрафт жив варкрафт жил варкрафт будет жить благодаря вам поэтому спасибо большое разведают скелетиком опять же да вы сами видели выпал фли это сфера тьмы две красные точки закрепил получается тет сфера тьмы вообще так себе артефакт на самом деле если честно если быть справедливым прям поэтому он его и продал сфера яд она носит больше урона третий уровень шадоу хантера орг пришел орг пытается пограбить здание атакуют принципе отменил парочку зданий убегает эльф тем временем базу снизу построил там оплетается рудник но орк об этом пока что не догадывается ему бы заняться разведкой и он бежит вниз для того чтобы это разведать он все понимает он понимает что такие варианты могут быть и вот он нашел эту базу он знает что там база но он знает что к нему приходит эльф и он пока что не готов к тому чтобы с этим как-то воевать против хранителя рощи у него нет рассеивания для того чтобы снимать корни но он пытается разобраться с киппером потому что он понимает что он может его убить став это нет поэтому да кальфакс по-быстрому умирает цветок телепорта жмет потому что медведи очень страшные под рыком к тому же еще demon hunter с обжигающим жаром пускай маны у него на это особо нет корни прокачал бетон 2 не корни точнее шипы прокачал вторые шипы теперь уже то есть когда медведи будут атаковать здание это будет просто развал башки теперь осталось прокачать бетон особенно учитывая что дерево на это есть это он очень укрепляет землянки для того чтобы они не разваливались от любого урона два древа войны я так понимаю древа войны это защитное здание против того чтобы как-то обороняться против рейдеров потому что выкопавшиеся древа войны не получают дополнительный урон а сами наносят дополнительный урон по рейдерам богословение природы готова к тому же то есть они будут достаточно быстро передвигаться охотник на демонов не получает опыт с ней травов убил свою ученицу для того чтобы лимит освободить да потому что у него было 51 и он освободил лимит для того чтобы нанять крошера и чтобы оставаться в 50 лимита опять рейдеры пришли пытаются уничтожить древа войны теперь уже взял второй уровень виде прокачал ауру напомню ауру усилили теперь она возвращает больше урона атакам ближнего боя то есть когда мастер клинка будет атаковать что корни он просто не успел его спасти под корнями неожиданно под для него корни пришли цветка телепорта не обои просто мастер клинка умер и ну это конечно жесть надо убегать в принципе это не конец света орка очень много ресурсов но все равно как минимум неприятно крошер еще есть у эльфа будет много золота потому что у него две шахты и много дерева потому что он нанял крошера и 3 и нанимает виверн нанимает виверн и он должен жалеть что он продал флейту меткости ну и верные против того что сейчас есть у эльфа достаточно крутой юнит конечно и как же читает своего противника тет чувствуется опыт нажал света телепорта для того чтобы не терять своего героя будут явно не ушел бы потом вынужден был нажать цветок телепортом вынужден разочаровываю что бетон не качает рыжи бы взяла бетон нет как так но зато теперь медведи не уничтожат моим например потому что они просто лицо себе сломают скорее теперь идет дальше качаться он почти уже взял третий уровень рунные наручи полностью бесполезные артефакт на продажу орк тем временем купил игрушечный дом вождей и собирается ставить базу потому что он понимает что эльфа база он не может ее уничтожить значит надо как-то его догонять в этом плане боевые когти плюс 9 то что нужно для мастера клинка заменить старые когти как минимум или вместо одних перчаток скорости и ту вместо туфли ловкости хотя надо еще один слот под под неуязвимость это сто процентов для того чтобы не случилась ситуация которая была вот прошлом к его просто забрали за секунду козлик конечно крепкий получается погремушка плети для медведей очень крутая штука манхантера почти получил что уровень кольцо защиты плюс 4 но козлик уже прям неестественно крепкий то есть обычно ты ожидаешь что хранителя рощи это просто картошка сладенькая а тут 925 здоровья 8 брони просто привет наконец-то первый грейд на атаку верном заказал мастер клинка норм м очень сочный артефакт он реально разваливает если дать ему возможность атаковать ну и орка есть дополнительная база ему тут конечно поставить бы пару башен и землянку и ресурсы на это есть и бетон прокачать не знаю почему бетон не прокачивать я просто не понимаю а тут тем временем т.д. психанул и ставит защиту карта очень большая и на тот случай если к нему на базу прибегут рейдеры у него есть четыре древа войны против виверны есть торжевые древо то есть полностью автоматизированная защита уже со второй аурой если не ошибаюсь 30 процентов урона возвращает ближнего боя допустим рейдер атакует 25 урона в среднем треть от этого это сколько так где-то 8 до 78 урона возвращает просто атакует и 78 урона получает автоматически просто так за красивые куки мы там масс виверны принципе масс виверны норм они и дрят нормально убивают и медведи и корни на них не работают а то учениц избавляется потому что это ненужный юнит дрят много рейдеров сколько три на самом деле он не успеет особенно учитывая какая тут защита ё-моё не ну защита конечно прикол да вы сами видите как рейдеры вроде быстро но достаточно долго при этом уничтожает посмотрим так хекс моментальный принципе рейдер очень круто зарядами справляются прям очень круто мастер клинка сильно по лицу получает цветок телепорта есть главное не умереть здесь под корнями вот так вот неуязвимости то нет манан вин волк будет успел нажать убегает наверно на телепорт сжать 6 уровень и демон хантер он же сейчас метаморфозу просто нажмет и все а виверна только остались шедоу хантер нажимает ну с рядами пытается разобраться не ну в принципе эльф много потерял шутки сторону эльф очень много потерял но эльф при этом базу справа ставит но орка тут база есть и орка много ресурсов то есть если орк сможет просто грамотно укрепить свою базу проверить что тут есть база правее поставить еще одну базу прокачать бетон он еще один звери не отставит масс виверны да и но массы верны на этой карте от нормальная штука эльф теории на это может ответить просто древо ветров поставить да именно и как раз проверить друидов ветра например растет экспериментирует он может вместо гиппогрифов сделать друидов ветра друидов ворона прошу прощения и превратить их ворон и проверить насколько они эффективны против виверн и надо наблюдать конечно как разваливает себе лицо мастер клинка тот же когда он это да метаморфоз мы просто бежать в панике все ты не можешь воевать просто эльф нажал большую красную кнопку надо убегать ну вот отсутствие бетона сами видите что влечет но медведь просто как лицо отваливается до наказан за сутствие бетона не понимаю почему орки не качает бетон просто просто не понимаю это разобраться с калифаксом неуязвимость нажимает под корнями лечение винволк нажал поэтому сможет убежать в итоге минусовый лимит у орка ну много виверн метаморфоза закончилась теперь можно воевать медведей можно убивать один демон хантер без метаморфозы против вверн не особо страшен у кипера нет ничего есть светок телепорта дух антер лечит светок телепорта нажимает для того чтобы спасти свою армию но в принципе это в любом случае тут грамотно очень играл потому что он уничтожил все землянки те прошера нанял еще к тому же нифига себе тут защита идут еще базу ставит но эльф конечно разгулялся так то друиды вороны я надеюсь будут ну эльф просто все бабки тратят на защиту оставит просто пять землянок нормально мастер клинка при этом 5 уровня плюс 19 урон плену ему нужно неуязвимость вместо туфли или перчаток наверно вместо перчаток потому что туфли дает тоже плюс 9 процентов скорости атаки при этом плюс 3 к урону телепорта купил хочет защитить теперь эту базу верно с ядом и вторым улучшением на атаку достаточно внушительная штука он сторожевые древа сейчас будут готовы эльфа с другой стороны достаточно маленькая армия демонхантер с полной маной с третьим обжигающим жаром еще и аур там просто не знает там мастер-кли вообще ничего не может среди на его хп посмотрите на его хп он сам себя разваливает его обжигающий жар разваливает не но это комбинации сейчас на очень сильная против мастера клинка обжигающий жар плюс аура хранителя рощи он блин еще и и в 3 не вкачал он корни взял потому что я бы не сказал бы что эльфа прям значительно круче прокачанный герой да не конечно 65 это круче чем 54 но там все равно это сильный герой это не там не 33 это не 22 и shadow hunter тоже почти пятого уровня сумасшедшего отставания нет если бы бабы 65 мало бы что изменилось ну орк оба 65 мало чтобы изменилось и норк эльф реально решил построить укрепрайоны такие нормальные их все-таки гибогрифы друиды воронов в другом матче заценим так нашел тут базу у орка норк уже все походу потому что ему сейчас базу тут уничтожен барабаны прокачивает не ну парочку кода для того чтобы кушать медведей и получать бонус урону нормально конечно но посмотрим как оно будет конечно же а кода он есть уже один тут и кручный том вождей поставил но эльфа бабки просто зарабатываются все бабки мира реально чё и дерево нормально но этом прелесть вистед мэдоус конечно играет и кстати там 22 порядок верно 20 и один здесь уроду здрасте это сколько это 49 людей все 9 урона все 9 урона это еще я не ну там конечно медведей каких-то можно разваливать да и боже ну кстати почему еще и верными играют потому что это единственный юнит которым можно играть они не получают урон от шипов шипов они не получают урон от обжигающего жара то есть это играбельный юнит все остальное будут страдала ну хэдхантеры еще на хэдхантер обжигающего жара там умирали бы как метаморфоза хекс для контроля мастер кринка пытается что-то сделать воду так там подлетели гиппогрифы но недостаточно было нет и порей для того чтобы это всех убить а вы знали что метаморфоза во время метаморфоза не уменьшается под текстом мастер кринка заканчиваются 40 вся армия гиги что я могу сказать дамы и господа обжигающий жар и аура шипов это просто какая-то нереальная комбинация если это успешно разыграть и прокачать это очень круто лорка просто нет шансов против этого просто нет то есть комбинация кипер демонхантер или демонхантер кипер это очень сильно теперь ну и раньше было сильно а теперь стало еще сильнее плюс еще обжигающий жар потом можно будет все таки переучиться если что на обжигающий на на выжигание маны короче это это очень это очень перспективный при ну клёво будем наблюдать как этим будут пользоваться как минимум аура шипов точно теперь будет иногда на поздних этапах игры против орков переучиваться особенно если там мастер клинка а там посмотрим спасибо большое что были со мной там и господа всем до встречи